Привет, YouTube! Тема сегодняшнего видео Как сделать укол младенцу? Не ребенку, а именно младенцу. Для начала, какой младенческий возраст? Значит, от нуля до года это младенческий возраст. Почему с возраста начала? Потому что здесь есть такой нюанс. Детки от нуля до года считаются младенцами, но деткам, в принципе, до трех месяцев делают уколы немножко по-другому. И я имею в виду внутримышечно. Ну, я так получилась по не очень хорошим стечением обстоятельств, что с дочечкой попала в больницу в этом возрасте полтора месяца. Мы лежали, необходимо было ее колоть. Так вот, таких деток до трех месяцев не колят. Поэтому, если брать возраст в общем младенца, то, конечно, лучше разделить еще на маленькие. От нуля до трех месяцев младенца внутримышечно не колят. Но не колят тогда, когда это системное лечение и назначены препараты на каждый день. И это минимум неделя-десять дней. Это очень будет больно, потому что попочка... Ну, не больно саму ребеночку, а там места мало. Попочка совсем маленькая, игла большая. Этого делать не будут. Ребенка вот туда-сюда раздевать. Он спит, тормошит. То есть уже выбирают не потому, что это прямо противопоказано, а потому что выбирают то, что наименее, ну, побеспокоит и создать дискомфорт малышу. Поэтому ребеночка будут капать. Капельницы катетер вставят. Его не будут беспокоить. Катетер вставляют один раз. Это, конечно, неприятная процедура. Для малыша и для мамы нужно потерпеть. Зато потом на протяжении 10 или 2 недель вашего лечения то все будет хорошо. Ребенка не будет уже мучать. Это совершенно ничего не беспокоит. Ему просто прокапали этот антибиотичек по чуть-чуть. И все. Плюс малышу до 3 месяцев, как я вот уже узнала в больнице, при назначении антибиотика либо препаратов, которые нужно колоть, невозможно ввести сразу весь, то есть назначенную дозу. Поэтому ее тоже дробят. Вы представляете, на протяжении дня ей надо будет сделать 4 или 3 раза этот укол. Вот такому младенчику. Поэтому, конечно, только капельницы. Дети, которые старше, ну, от 3 месяцев не знаю, я думаю, еще тоже где-то так, то уже в зависимости опять-таки самого лечения. Если это лечение с многочисленными уколами, то, возможно, тоже, наверное, будет капельница. Если это лечение один укол в день, то, возможно, и можно будет уколоть. Что касается домашнего вот лечения, уколоть малыша, младенца, я вот, ну, могу уже спокойно, начиная от маленького возраста, там, и до годика, его легче всего колоть, потому что он маленький, он не дергается относительно, его очень легко держать одной рукой. Одной рукой взял, другой вколол. Ну, то есть, как бы, вот, что касается малыша в этом возрасте, но, опять-таки, это не касается внутримышечных. Для младенца в домашних условиях, если нужно, например, уколоть там какой-то противотемпературы, ну, это если уже что-то замажешь, аж, аж, аж. Вообще, это нет, это обычно капельница, как я сказала. Ну, это можно сделать, если нужно уколоть, это подкожный укол, то есть с инсулиным шприцом. Иголочка там коротенькая, маленькая, совершенно безболезненно малышу, и вот это можно сделать, одной рукой держишь, другой колешь. Поэтому, ну, то есть, вот это вариант для ребенка, для вот такого малыша. А так, конечно, нужно колоть в больнице, капельницей, ну, и внутримышней. Ну, надеюсь, как бы раскрыла, что я знала по этому вопросу. Вот. Всего хорошего, будьте счастливы, радуйтесь жизни вашим малышам.